Ильтесан Амать, Финляндия, Финна, едущего в Россию туристам, преследует чувство тревоги. Ари Пананин. Ильтесан Амать, Финляндия. 7 сентября 2019 года. Туризм – это политика. Куда бы ты ни поехал, кто-нибудь будет это осуждать. Кроме этого, географическое положение Финляндии таково, что достойных вариантов для поездки, которые способны выдерживать критику, остается очень мало. Далеко на юг не стоит летать по климатическим причинам. Близко на восток, в свою очередь, многие не захотят отправляться по историческим, военным, геополитическим причинам. По причинам политики безопасности, санкционной политики, прав человека, здоровья, языка, идеологии и принципов. Это если вкратце. Для одних причины избегать России, зимняя война и утрата Карелии, для других – оккупация Крыма и война на востоке Украины. Некоторые обосновывают свой бойкот Сталином и репрессиями, другие – Путином и гонениями в современной России, жертвами которых является оппозиция и сексуальное меньшинство. Осторожные мужчины с гражданством России и Финляндии избегают России, потому что не хотят попасть в армию на второй родине. Финны, занимающие определенные должности, в свою очередь, объясняют свое поведение тем, что не хотят быть ни в чем замешанными или быть подставленными. Все эти причины являются очень личными, их придерживаются по собственным убеждениям. То есть они очень обоснованы. Однако у бойкотирования России есть и обратная сторона. Чем сильнее мы отдаляемся от нашего восточного соседа на уровне простых людей, тем легче Путину создать у россиян образ врагов-европейцев, которые окружают Россию, находятся в плену русофобии и готовы напасть на нее в любой момент. Многим финнам придется посмотреть на свое нежелание совершать поездки в Россию под новым углом уже этой осенью, поскольку Санкт-Петербург, Враборг и вся Ленинградская область будут включены в систему бесплатных электронных виз. Облегченная электронная виза, по заявлению России, будет действовать с октября в том числе и для финнов. Но, по предварительным данным, она не будет работать в поездах Аллегра. Все же остается, к примеру, возможность слетать в Санкт-Петербург и пересечь границу на автобусе или на собственной машине в Алимайе, но Ямайе и Матри. Как финн может посетить Россию и не чувствовать себя так, словно уже сделал что-то неправильное в глазах других финнов? Пожалуй, в отношении поездок в Россию можно разработать концепт компенсации, схожий с тем, что сейчас действует в отношении авиаперелетов. Поездки в Россию можно сделать более этичными, к примеру, таким образом, даже случайно не покупать в магазинах и ресторанах крымские вина, которые вам навязывают. В Санкт-Петербурге можно избегать отелей, магазинов и ресторанов, которые находятся во владении Евгения Пригожина, повара Путина, владельца завода «Троллей и человека», финансирующего участие России в военных действиях. Финнам также можно было бы поддержать во время поездки в Санкт-Петербург финские предприятия. Переночевать можно в отелях «Сокос», «Сокос», покупать сувениры в магазинах сети «Призма», «Призма», и перекусывать в пути сырами и огуртами «Валя», «Валя», и хлебом «Фацир», «Фазир». Путешествующий на собственном автомобиле может пересечь границу на старых шинах и купить на обратном пути новые шины «Нокия», «Нокия», произведенные в России. В Иборге, в свою очередь, можно обратить внимание на объекты, которые смогли сохранить историю города и порядок в эпоху всеобщего безразличия. Хорошая идея для посещения – библиотека «Алвара Алта», филиал государственного эрмитажа в Иборге и ресторан «Эспиля». В список не входит парк Манрепа, в котором сейчас проводятся грубые ремонтные работы, больше напоминающие разрушения. Для сознательных финских потребителей в Санкт-Петербурге открывается обширный выбор. Странам, угнетаемым Россией, можно выразить поддержку при помощи посещения замечательных грузинских и украинских ресторанов. Для любителей ночной жизни есть, к примеру, молодежные хипстерские бары, имеющие антипутинскую направленность, тусовочные места для сексуальных меньшинств, и экзотические районные кафе, заполненные простыми россиянами. При встрече с простыми россиянами достаточно быть просто искренним. Возможно, тогда вы позитивно удивите друг друга. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.